Органы прокуратуры Уральского федерального округа подвели итоги работы за 2011 год. Совещание в Екатеринбурге провел первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман. На совещании присутствовали заместители генерального прокурора Виктор Гринь и Юрий Пономарев, прокуроры субъектов, уральский транспортный прокурор, военный прокурор Центрального округа, а также полномочный представитель президента Евгений Куевышев и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Главными направлениями в минувшем году стали декриминализация сферы ЖКХ, противодействие экологическим нарушениям, традиционно борьба с невыплатами зарплаты, а также противодействие коррупции. Последнее выражено в цифрах, которые показывают, что уральцами проделан большой объем работы. У вас уже не первый год проводится эксперимент по совершенствованию системы противодействия коррупции. И надо сказать, что он приносит положительные результаты даже за тот короткий срок, который он проводится. В минувшем году почти на 20% было выявлено нарушение законодательства Государственной муниципальной службе о противодействии коррупции. И вопреки общероссийским тенденциям, выросло количество выявленных и пресеченных преступлений коррупционной направленности, в том числе и случаев получения взятки. Это единственный округ, где это произошло. О характере скрытого нами беззакония говорит и статус изоблеченных взяточников. Приведу лишь несколько примеров. В Курганской области за корыстное злоупотребление служебным положением и многоходовые финансовые махинации на сумму более 17 млн. рублей арестован и приговорен к лишению свободы заместитель губернатора области Бондарев. Другой заместитель губернатора этой области Бектимиров также осужден к лишению свободы за присвоение бюджетных средств на сумму свыше 2 млн. рублей. В конце декабря прошлого года за финансовые злоупотребления, которые повлекли утрату почти миллиарда рублей из средств пенсионного фонда и получение взяток на общую сумму 39 миллионов рублей, при уговорен к 10 годам лишения свободы управляющий отделением пенсионного фонда по Свердловской области Дубинкин. Этот перечень можно продолжить по другим субъектам Уральского федерального округа. При этом прокуратура не настроена на гонку за количественными показателями. Более того, только в Свердловской области по требованию прокуроров были сняты с учета 108 несуществующих коррупционных преступлений, якобы найденных сотрудниками МВД. Как уже говорилось, среди коррупционеров есть чиновники высокого ранга. Тем не менее, иногда мздоимцы не утруждают себя конспирацией, присваивая деньги просто и примитивно, ровно до тех пор, пока кто-то не обратится в прокуратуру. Во многих случаях для изобличения преступного поведения доросного лица не обязательно выстраивать сложные оперативные комбинации. Например, в ходе проведения прокуратуры области проверки соблюдения законодательства Государственной службы в Главном управлении МЧС России по области, выявлены практически лежавшие на поверхности факты незаконной деятельности директора этого центра Федеральной противопозажной службы, который за денежное вознаграждение освобождал от учебы слушателей центра. По нашим материалам в отношении взяточника возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде. И таких примеров немало. Самый громкий за минувший год эпизод в Свердловской области – дело в отношении главы Среднеуральска, уже осужденного. В результате его преступной деятельности муниципальный бюджет понес убытки в сумме более 120 миллионов рублей. Также в Свердловской области благодаря активному вмешательству прокуратуры сдвинулась с мертвой точки ситуация с ремонтом теплосетей, а также со взаимными неплатежами между поставщиками тепла, управляющими компаниями и муниципалитетами. Большая работа была проведена в начале отопительного сезона. Этот опыт признан удачным. Его рекомендуют как образец для соседних областей. По динамике снижение задолженности по заработной плате округ также один из лучших в стране. Вместе с тем прокуроры откровенно признают, что многие проблемы остаются нерешенными, и обеспечение законности требует каждодневных усилий надзорных органов. На совещании были поставлены конкретные задачи и определены приоритеты для дальнейшей работы. А в завершении Александр Буксман вручил 12 наиболее отличившимся работникам органов прокуратуры УРФО награды генерального прокурора Российской Федерации.